Профессии, известные вам сегодня, утратят свое значение. Так что многие из вас останутся невостребованы. Если только вы не сможете делать что-то такое, чего не может делать чертова машина. Вы должны быть вооружены чем-то за пределами вашего интеллекта. Только тогда вы будете востребованы. И тогда искусственный интеллект не будет вас беспокоить. Итак, в современном мире технологий мы знаем, что искусственный интеллект и робототехника занимают ведущие позиции. Это передовые технологии. Как вы относитесь к взаимодействию таких технологий и пересечению с древними практиками, такими как медитация и йога? Ты уверен, что я настоящий? Потому что последние полтора года меня приглашали выступать на всевозможных конференциях по искусственному интеллекту по всему миру. Мне это было удивительно. Почему меня просят выступить с докладом об искусственном интеллекте? Ведь я не эксперт в этой области. И также я не являюсь искусственным интеллектом. И я спросил на одной из конференций, это было в Санкт-Петербурге. «Зачем вы меня приглашаете на все эти конференции по искусственному интеллекту? Я — естественный интеллект, не искусственный». Они сказали, «У нас есть проблема. Чем мы будем заниматься? Все мы потеряем работу?» Все эти профессора крупных университетов — Массачусетского технологического института, Гарварда — они спрашивают меня, чем мы будем заниматься через десять лет. Потому что все, что мы знаем, и что до сих пор было очень ценным, вдруг окажется внутри маленького гаджета. Вы должны понять, что означает искусственный интеллект. Накопление информации, ее анализ, прогнозирование того, что вы хотите в данный момент, больше не будет считаться важным навыком для человека. Потому что простой гаджет сделает это гораздо лучше, чем любой человек. Уже эта гугл-дама выглядит умнее любого из нас. Не так ли? Она кажется умнее меня, но ничего страшного, я не образован. А вы, ребята? Она выглядит умнее любого из нас, не так ли? Не моргнув глазом, она ответит вам на все, что вы не спросите. Итак, дело доходит до того, что все, что вы делаете интеллектуально, будет выглядеть глупо или бессмысленно. Один раз, когда мне было 13 лет, где-то 13-14 лет, я впервые увидел… Я впервые увидел планшетный калькулятор. Был такой калькулятор Panasonic. В то время он стоил 100-110 рупий. Это было очень дорого. Сегодня чашка кофе стоит дороже. Но это был Panasonic за 110 рупий. Sony стоил 125, поэтому обычно люди покупали более дешевый Panasonic за 110 рупий. И вот мне показали его. Я никогда не покупал калькуляторов. Один человек принес и показал его мне. Тук-тук-тук. Результат. Первая мысль, которая пришла мне в голову — «Какого черта я трачу свою жизнь на уроках математики?» Я сказал, «Мне нужен только калькулятор, и больше не придется ходить на математику. Какую бы задачу вы не решали, тук-тук-тук, Устройство за 100 рупий может вам это посчитать. Зачем же мучиться в течение 10 лет, изучая эту арифметику и математику и все такое?» Калькулятор может даже вычислять синус, косинус, тангенс, катангенс — любую чепуху, которую вы захотите. Тогда я подумал, что мы должны сделать большую машину, которая будет делать всю эту ерунду, чтобы мне не нужно было ходить в школу. Наконец-то моя мечта сбывается. В ближайшие 10-15 лет образование, каким вы его знаете, профессии, которыми вы их знаете, станут бессмысленными, потому что сейчас были созданы эти машины. Как только это произойдет, многое, на изучение чего мы тратим годы, станет бессмысленным. Они уже занимаются проектированием. Клиент приходит и просто говорит, какой дом он хочет, какие у него эстетические предпочтения, какая у него культура, что ему нравится, каким должен быть дом и каков его бюджет. Машина проектирует весь дом, 10 различных вариантов, которые вы хотите, включая картины, драпировки на стене, мебель — все. Теперь нам говорят, что через 5-7 лет они смогут даже напечатать дом и собрать его. Только представьте себе дизайнеров. Многие из вас останутся без работы, если только вы не начнете делать что-то, что не может сделать чертова машина. Все вы должны начинать готовиться к этому прямо сейчас. Вы должны быть способны делать что-то за пределами своего интеллекта. У человека много уровней разума. Интеллект — лишь малая его часть. Сейчас наша система образования полностью посвящена интеллектуальному развитию человека, и мы думаем, что это лучший образ жизни. Нет, это не так. Мы можем исследовать это, если у нас будет время. Но с йогической точки зрения мы рассматриваем человеческий интеллект как 16 частей. Только если вы исследуете другие измерения интеллекта, вы будете востребованы. Интеллект не может функционировать без накопленных данных. Да или нет? Да? Ваш интеллект не может функционировать без накопленных данных. Это так? Набор данных, проведение их, анализа — со всем этим машина справится лучше вас. Человек всегда может ошибиться, всегда может подделать информацию. Но с машиной все однозначно. Она просто будет выполнять необходимое. Все, что вы можете сделать интеллектуально, через 10-15 лет потеряет всякий смысл. Вы должны быть вооружены чем-то за пределами вашего интеллекта. Когда я говорю «за пределами интеллекта», есть много способов взглянуть на это. Я приведу простой пример. Потому что если мы перейдем к более сложным примерам, нам придется в это углубиться. Сейчас у нас нет столько времени. Например, что ты ел на обед? Магги. Ты ешь магги? Кто-нибудь может позаботиться о его питании? Он питается быстро лапшой. Хорошо. Даже если ты ешь лапшу… Смотрите, лапша совершенно не похожа на него. Но эта лапша, которую он съедает за 3-4 часа, эта лапша магги, становится человеком. Не так ли? Она становится частью вашей системы. Итак, вы изготавливаете такую сложную машину с помощью лапши магги. Это похоже на 3D-принтер. Вы положили туда лапшу магги? Нет, я сделал не из лапши магги. Я питаюсь получше. Но если вы поместите туда лепешку чапати, это станет человеческим телом. Это самая совершенная машина на планете. Вы производите это из любой пищи, которую едите. А пища, которую вы едите, это просто почва, по которой вы ходите. Да или нет? И вот он сидит перед нами. Разве это не 3D-принтер? Да? Существует ли этот разум внутри вас или нет? Даже не в вашем мозге, в вашем кишечнике? Существует. Если только вы найдете осознанный доступ к этому измерению разума, ваша жизнь станет волшебной. Не так ли? Искусственный интеллект не будет вас беспокоить. Вы будете очень счастливы, потому что всю скучную работу будут делать машины. Что за чудесный мир? Я с нетерпением жду этого.